25 октября прошло заседание экспертного совета приуполномоченным по правам человека в Новосибирской области, на котором обсудили проблемы и пути решения медицинской и социальной реабилитации инвалидов участников специальной военной операции. С самого ее начала в регионе проводится целенаправленная и полноценная работа по поддержке участников СВО. Все эти задачи, которые ставят в фонд, волокоманнующие, все эти задачи, которые ставят в гранатуре в Новосибирской области, они постепенно все решаются. Почему говорю постепенно? Потому что практически каждую неделю уносим новые задачи, новые вызовы, с которыми мы все вместе, в общей же сообща, вместе с умолоченным по правам человека решаем. В регионе второй год действует реабилитационный сертификат – губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, которые получили родения в период участия в боевых действиях. Однако проблемы, с которыми приходится сталкиваться, несут определенные трудности. Мы понимаем, что в ближайшее время число лиц, которые возвращаются с СВО, будет расти. Это будут лица, конечно же, такие, которым будет трудно даже в бытовой, обычной жизни жить самостоятельной жизнью. Они будут вынуждены обращаться к родственникам, к социальным работникам, возможно, помещаться в стационарные учреждения, медико-социальные. Поэтому там нужно будет в комплексе осуществлять все эти меры. Это может быть не только медицинская, социальная, психологическая реабилитация. Это оказание консультационной, юридической помощи, помощь в восстановлении утраченных документов. Это переобучение и обучение новым специальностям. Это поиск и трудоустройство. То есть вот эти вот многие вопросы, которые нужно будет одномоментно в комплексе решать. Эксперты сегодняшнего совета намерены проанализировать уже имеющийся опыт в такой комплексной реабилитации и выработать дополнительные меры, которые помогут инвалидам, участникам специальной военной операции, преодолеть трудности перехода в мирную жизнь. Продолжение следует...